Александра Ивановна Климова уже 45 лет живет одна в частном доме, расположенном в Дзержинском районе. Единственный сын проживает в Германии, и бабушке приходится самостоятельно справляться с содержанием хозяйства. На жизнь не жалуется. Говорит, что за свои 90 лет привыкла много работать. Я не лежу, я лежать сильно не люблю. Я вот всю жизнь, как я говорю, мне медаль дали за трудовую, доблестную, трудовую деятельность. На самом деле, потому что мы в деревне жили, войну, дети, нас мама ведет, и поля-то даже не удобрялись. Мы пололи за 150 грамм хлебушка, нам отрезали потом вечером, и мы пока домой шли, бежали, и мы этот хлебушек съедали. Это было страшно. И вот мы с тех пор, мы работали, я работала. Недавно бабушка переболела коронавирусом. Говорит, что без помощи соседей все могло закончиться весьма печально. И они приходили все, и мне приносили завтрак, обед и ужин. Я проболела полторы недели. Снег во дворе бабушка обычно чистит сама, сил еще хватает. А вот с крыши скинуть уже проблема. Потому и обратилась в социальную защиту, которая передала ее просьбу волонтерам новосибирского штаба трудовых отрядов. Эти парни и девушки просто по зову души помогают таким людям, как Александра Ивановна. Во-первых, это интересно. Во-вторых, все равно это какое-то достижение, наверное, в жизни. То, что ты можешь помочь другому человеку, который в этом нуждается. Это, ну, тоже так греет душ немного. Поэтому это хорошо, это приятно помогать. В этом году волонтеры только в Дзержинском районе очистили уже 10 дворов частного сектора. Хотя эта акция проходит и в других районах города. Так в Кировском снегоборцы запланировали очистить 20 дворов, где проживают одинокие пенсионеры, ветераны труда и Великой Отечественной войны. В зависимости от количества инвентаря и объема работ, на один адрес выходят от 4 до 8 бойцов. Чтобы получить помощь, одиноко проживающие жители частного сектора должны обратиться в ТОС или в администрацию района. Акция продлится в течение двух недель.